Всем привет и добро пожаловать на полигон Вольгина и вы в очередном обзоре от 151 убежища. Поехали! Сегодня вниманию публики и на радость психиатру я представляю выкидыш от компании Кэй Джей Воркс, а в частности Рюгер МК1. В данном случае, разумеется, это страйкбольная реплика. Кстати говоря, народ, прошу не путайте, не Люгер, а Рюгер. Несмотря на то, что он так сильно смахивает на немецкий пистолет П-08 Люгера, общего они имеют очень и очень мало. История данного пистолета начинается после войны, в частности в 1949 году в США. Да, пистолет МК1 Рюгер был настоящей легендой своего времени, потому что это было первое оружие, так сказать, для развлекательной стрельбы. Разумеется, в реальном его исполнении. В реальном своем исполнении МК1 имел 22-й калибр, то есть это как от мелкашки. Но сейчас мы говорим о реплике для страйкбола. Что это такое и с чем его едят? Начнем с самого начала. Это материалы, из которых он выполнен. Материалы являются его огромнейшим, существенным недостатком. Он выполнен из ударопрочного пластика и некоторых металлических ингредиентов. В частности, пластиковым корпусом у нас является, собственно, весь пистолет, а металлическим является только магазин. Магазин у нас на 17 шаров. Питается этот пистолет от Грингаза. И, собственно, на этом можно сказать практически все. Подвижных частей в пистолете, к сожалению, нету. То бишь, хардкора не будет. Не знаю почему, компания КГВ выпустила этот пистолет. Потому что с боевыми аналогами он не имеет абсолютно ничего общего. Он создан для развлекательной стрельбы. По всей видимости, в страйкболе его выпустили именно для этой же цели. Существенным недостатком этого пистолета является огромнейший люфт внешнего ствола. Он ходит туда-сюда, туда-сюда. И сломать его, я думаю, очень просто. Кстати говоря, что-то мне это напоминает. В упор не помню что. Если вспомню, обязательно вам сообщу. Можно отметить преимущества данного пистолета. А их я вам скажу немало. Первая причина, это, конечно же, любовь. Потому что МК-1 в мире признан одним из лучших раритетных пистолетов для спортивной, ну, точнее, развлекательной стрельбы. Вторым преимуществом станет регулируемое прицельное приспособление. Здесь сверху есть винтик, и можно его двигать влево-вправо. Ну и, собственно, отрегулировать стрельбу. Отлично! Ну, а самым большим преимуществом, а одновременно и недостатком, будет являться его потрясающая цена. Среднерыночная стоимость на рынках России, это 2000 русских деревянных рублей. Конечно же, можно идти чуть выше, но вряд ли вы найдете чуть ниже. Все зависит от наглости продавца. Почему я сказал, что это и преимущество, и недостаток данного пистолета? Потому что 80, ну, может быть, даже 70% стоимости этого пистолета составляет его магазин. То есть, если вы захотите найти второй магазин к этому пистолету, вам придется выложить до полуторы тысячи, Карл! Представляете? А то иногда и больше. Еще одним большим преимуществом является то, что этот пистолет в базе, я, правда, не знаю насчет тюнинга газового оружия, но, несмотря на это, этот пистолет в базе выдает потрясающие 135 метров в секунду. Я сам лично мерил, и он выдает при первой же зарядке 135 метров в секунду. Ну, последствия, конечно, чуть-чуть понижается, но несущественно. Но с недостатками я не закончил. Этот пистолет, так как не имеет подвижных частей, и взвести его невозможно, и, собственно, нету блоубека, поэтому придется вам стрелять самовзводом. Несмотря на то, что он полуавтоматический, стрелять приходится именно самовзводом. А что это значит? А это значит то, что ход спускового крючка огромен и достаточно жесток. Ну, да, предохранитель. Простите. Данный агрегат имеет предохранитель. Он как у реального прототипа. В принципе, и внешний вид тоже сохранен полностью. Так вот, предохранитель у нас находится с левой стороны под большой палец. В принципе, даже с моими короткими лапами переключить его в режим огонь или сейфти очень-очень просто. Продемонстрируем. Ну, собственно, сейчас сейфти. А теперь огонь. Или наоборот. Да, наоборот. Кому подойдет данный агрегат? Данный агрегат подойдет либо больному фанату, либо тому, кто желает пострелять по баночкам. Кстати говоря, данный агрегат имеет хоп-ап. И он регулируется у нас здесь сверху. Здесь есть маленькая дырочка, в которой вставляется специальный ключик, который входит в комплект. Вы регулируете хоп-ап, и шарик летит прямо, либо... А можно стрелять за лбу. Ну, от слов переходим к делу. За моей спиной находятся воздушные шары. Так как мы стреляем сегодня из помещения, ветер не будет влиять на полет моего шара. Шары по шарам. Забавно. Поэтому вы увидите, какой на самом деле я косой. Погнали! Снимаю предохранителя. Какой ты был? Я думаю, лучше стрелять. Фак! Попадали! 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 Да, существенным инициатором является, как достать магазин. Система очень напоминает ПМ. Я учитываю все свои предыдущие ошибки, поэтому я даю магазину согреться после дозарядки газа. Попадали! 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 Взвесимся за и против этого пистолета Против материала, из которого он выполнен Пластик, отстой За стоимость 2000 рублей Офигеть, кому нужна дешевая вторичка Которую он использует крайне редко Пожалуйста Пользуйтесь, покупайте Против Очень сложно с ним обращаться В частности, дозарядка лоудером Проходит немного специфично, чем у остальных пистолетов За Отличный выхлоп И это газовое оружие Хотя газовое, наверное, тут будет против Потому что это все-таки грин газ И он очень сильно зависит от температуры И ухода, собственно Против Стрелять из него довольно тоже проблематично Потому что очень тупой ход Спускового крючка Судите сами Нужен вам он или нет для игры в страйкбол Оно того, я думаю, не стоит Даже 2000 рублей А на этом у меня все или почти все Спасибо за то, что посмотрели это видео до самого конца Кто не видел мои предыдущие видео Пожалуйста, милости прошу Подписываемся на официальную группу нашего канала Вконтакте А также на сам канал Не забываем поставить пальцы вверх И оставить свои замечания по поводу этого выпуска А возможно, вы являлись владельцем данного агрегата И вы считаете, что я в корне не прав Жду ваших комментариев Всем пока Увидимся в следующий раз Как от тебя теперь избавиться? Стояй ты, иначе я буду стреляйтин Хотя, тут скорее должно быть на японском Что-то типа Суси и тадакима Сайонара Субтитры сделал DimaTorzok